История двух молодых людей, это как Ромео Джульетта. Он был из богатой семьи, она из бедной. Молодые люди полюбили друг друга, но его семья сказала нам, такое не надо. И они взяли за руки и сбежали. А потом помыкались, помыкались. Это было в Каунасе, Каунасская область. И решили, что мы можем выжить. И они вернулись. И вот они вернулись, где-то в стоге сена. Но он говорит, ну я пойду поговорю все-таки с родителями. Они же должны понять, что я люблю тебя. И вот он оставляет ее в стоге сена и идет к родителям. И они его закрывают на ключ. И бабушка с таким позором возвращается к себе в деревню. Представляешь? Да. Ты еще в те времена такой родительный. Да, да. Вот родители закрыли под замок этого мальчика, сказали, нет, у тебя будет другая жена, нам такую нищую, не нужно. Ты же из такого состоятельного рода. Потом уже много-много лет спустя, когда моя бабушка вышла замуж. А как вышла замуж, тоже... Но уже не за него, не за этого мальчика. Не за него, нет. Тоже так интересно. Когда дед мой услышал, что вот в такой деревне живет такая красавица, у нее такая косища, она такая красивая. Ну вот девушка вот с таким позором, да, вот сбежала, пришла в деревню, ее никто не принимает, ее все гнобят, ее закидывают камнями. Мой дед говорит, в какой деревне? Сел на коня на белого, приехал посмотреть. Зашел в ихнюю избу воды попить. И он ее увидел. И он на ней женился. И он никогда в жизни не вспоминал ей эту историю. Когда у бабушки родилась первая дочь, ей было месяца три, тоже постучали в дом, и пришли родители того мальчика. Они говорят, вернись, мы тебя примем с этим ребенком. Тот мальчик закончил свою жизнь в психиатрической лечебнице. Да. Вот это такая история про любовь. Субтитры сделал DimaTorzok